Всем доброго утра, приятного настроения, 6 июня, поехали, поохотимся. Общая ситуация на рынке Европы в минусах почти 2%, Америка тоже в минусах, все в красной зоне, но там есть один нюанс. Там есть что фиксировать по сравнению с нашим рынком. Что у нас? Вчера мы немножко припали, но не немножко прилично припали, чуть более 1%, но это еще не страшно, индекс РТС 1.6. Ну что, посмотрим, что у нас там сегодня творится. Так, ну пробежимся сразу по срочному рынку. Срочный рынок фиксирует уровень 127 тысяч, но в целом идеи на покупку я не вижу. Ну, единственное, что может быть греть душу покупателя, это то, что мы находимся внизу, и в принципе, ну, по мнению некоторых участников, ниже уже некуда. Нет, до нуля еще далеко, поэтому давайте это эмоциональное участие оставим в стороне. Пока в любом случае мы боремся за уровень 127-126 тысяч, потом будет достаточно не сильно приятная картина. Так, случайно мы быстренько посмотрели. Драг металлы. Драг металлы стоят на месте. В любом случае попытка уйти вниз, уйти вверх не приводит ни к чему, пока идет консолидация. Достаточно такая очень нежная консолидация на сербе. Практически этот инструмент, который еще и волатильный, находится в боковике с средней ценой где-то 22.35. Что-то там будет. Они так долго в ронарисе бежать не смогут. Индекс ММВБ. Что мы видим по индексу ММВБ? Смотрим неделю. Как всегда. А, ну месяц. Значит, первая неделя месяца заканчивается, пятый месяц мы стагнируем. С уровня 1555 пунктов. Ну, не сильно приятно. В целом мы опережаем даже рынки развивающихся стран. У нас где-то ассайд, мы, по-моему, опережаем их на 4.8%, если я не ошибаюсь. Но это... Роли не играют. Неделя, четвертая неделя мы болтаемся в красной зоне. У всех останавливает дальнейшее движение. Это определенный уровень, на котором выкупалось. То есть, инвесторы задумываются, покупать, не покупать. Вчера вышла информация, не помню, единственное, от какой-то инвестиционный дом. Он сказал, что российский рынок перешел на движение фону. Но это их личное мнение. Я на рынке тоже не покупатель. Мне, с точки зрения покупок рынок, не интересен. Зачем отдельных бумаг, к которым мы вернемся. Так, Газпром. Газпром тестирует свои 118 рублей. Никаких из... А, у нас на рынке произошло такое знаменательное событие. У нас вчера, по-моему, на днях прекратилась существовать компания с капитализацией 100 миллиардов долларов. На текущий момент на рынке у нас с трехзначной цифрой компании нет. Оно отсутствует. Спасибо Берпадину Миллеру. Газпром в любом случае бумага достаточно слабая. Единственное, что какая-то внутрикорпоративная ситуация. Я думаю, что по инвесторам. Кто-то поддерживает бумагу на этих уровнях. Хватит ли им денег? Посмотрим. По крайней мере, если будет ситуация не очень хорошая, повалимся. Если они будут закрываться, то я боюсь, что паника будет достаточно приличная. Рост нефти. Не может она подняться, закрепиться выше 210 рублей. И поэтому она потихонечку-потихонечку станирует вниз. Лукойл остался в коридоре 1850-1900. Пока не двигается. 1850 достаточно сильный уровень поддержки. На этом, то есть проходить. Я согласен с Еленой Беляевой, что с точки зрения стратегического шарта, она вчера на вебинаре отмечала это, что задуматься о шарте надо при прохождении и закреплении чуть ниже 1850 рублей за акцию. Хотя там дальше проторгованные коридоры достаточно приличные. Тяжелое будет падение. Если еще ликвиров с компанией поддерживать, то будет тяжело. Но еще раз повторяю. Количество денег имеет определенное значение. Кроме того, еще эмоциональный страх, если ситуация поменяется на рынке. В худшую сторону. Новотек. Прямо магнитом его тянет к цифре 300. Потихонечку идет. Никаких колебаний нет. В основном все движения происходят в начале торговой сессии. И потом все забирает. Нет, дошли до уровня 175. То же самое ситуация. Вот ниже уйдем. Там достаточно коридор. 175. Борьба будет. Дальше достаточно такая сильная свобода действий для оградения. Даже с учетом того, что можно поставить небольшие стопы, взять большую позицию. На текущий момент, к сожалению, у меня магнитом это не притягивает, как было ранее. Еще раз вот от нефти смотрим. Немножко замедлился. Угол падения сейчас немножко устал. Такой, в общем, идет какое-то небольшое ускорение по бумагам. И это не очень приятно. Так, распадская. Распадская мы уже видим на уровне 30.4 рублей. Стагнация продолжается. За распадской следим. Единственное, что рекомендую смотреть на масштаб неделя-месяц. Более короткий смысл вообще нет. Существует костей. Газ потихонечку тоже продавливает его вниз. Как такового сильного движения еще не было. Ну, практически, на мой взгляд, на шинок стоит. Нужен один выстрел, чтобы все испугались. Хотя у каждой... ...среди обратная сторона. Возможно, на выстрел, например, с другой стороны. Может быть, ГИЦ и Буфинин на заседании что-нибудь объявят такое интересное. Либо еще что-то случится, и выстрел может произойти холостой, и рынок может уйти наверх. То есть, это все зависит от новостных событий. Но, в любом случае, подчеркиваю, я не покупатель. С точки зрения ваших портфелей, поговорим чуть позже, когда пробежимся по бумагам. Мечелл, который говорили, что 200 – это очень мало. 150 – совсем мало. Уже 8. Что будет дальше с Мечеллом, вообще непонятно. То есть, минимальное значение историческое у него 73 рубля за бумагу. Меньше у него на биржевых торгах просто не было. Ну, значит, еще чуть-чуть, и может быть, будет новый лоб. Будет интересно. Замечал, мы следим, но тот же самый. Недельный масштаб месяц, ближе, просто не рекомендую, будет взбивать. Никель. Никель борется за свой уровень 4550. Огромнейшее желание. Значит, на этом уровне его не пускали. Ориентировочно где-то с 2010 года. 2010, 2011, 2012, 2013. Ниже это уровень. По-моему, ГМК на велике Никель никто не хочет видеть, но все меняется. Если поменяется настроение, к сожалению, Никель не устоит. Тоже видим, с точки зрения настроения, да, вот у нас был падающий канал. Сейчас немножко мы поменяли угол наклона. То есть, идет элемент такой, мягкий-мягкий элемент ускорения. Так, смотрим, что у нас уралкалий. Уралкалий у нас болтается в своем диапазоне. Выше 233 не пускает. Опять не вниз, но бумага на Байбеке стоит до осени этого года. Поддержка у нее есть. НЛМК, НЛМК, 44 рубля. Напускалась чуть ниже. Тоже смотреть лучше неделю-месяц. Пока бумага слабая. Так, сберегательные банки. Банки все-таки сопротивляются. Из банковского сектора самая сильная бумага – это ВТБ. Вчера мы обсуждали ВТБ с трейдерами, с клиентами, справляющими. Такое ощущение, что ВТБ искусственно поддерживают. Но в любом случае все на 100% мнение о том, что цена ниже 5 рублей абсолютно некомфортна. То заявление о том, что ВТБ возможно будет рассматривать вопросы выплаты дивидендов. Часть негативной, часть акциями. Ну, я не знаю, это не требобытный общинный строй и какой-то бартер непонятный. То есть вообще, по-моему, это вообще никак. Давайте зарплату полотенцами там платить, как раньше, там батареями, кирпичами. Вообще не понимаю, что они делают. Так, по Сбербанку мы стагнируем потихонечку вниз. Покупателей нету. Еще раз говорю, мы стоим буквально на… Вот не хватает просто выстава, чтобы все испугались. Вот Сбербанк по чемоданчику в шортах. Шортива с 99. Ну, пока болтается. Прибыль есть, но хотелось бы видеть на уровне 92 рубля. Что у меня еще в шорте на текущий момент? Никель 14650 шорт. Ну, всю работу на пробой вот этого канала. Хочу 4300. Причем хочу на панике. Вот. Смотрю на шорт Сбербр, Трев, Роснефть, Лукуэлл. В лангах никель, но он скоро… В лангах магнит, но он скоро, скорее всего, выйдет бумагу. В целом почувствовал. Присуток такой. Да ют бери, бьют беги. Как на всем рынке. К потребительскому сектору мы еще вернемся. Система достаточно то, что мы смотрели. Смотрю, слежу за этой бумагой. Решение о покупке на таком рыночном фоне не принимал. Но в целом она так… Начали следить ее 2660, она уже 2720. Молодец. Спик болтается на месте. Так. Значит, на текущий момент денег практически… Если взять портфель в денежном выражении, ну, практически все в деньгах. Поэтому… Пока смотрю. Так, энергетика, энергетика ФСК, весь энергетический сектор находится под давлением. Все увеличивают какие-то инвестиционные программы. Ну, не знаю, на мой взгляд… Я поступил кардинальным образом с точки зрения государства. Если имеешь блокирующий пакет или какое-то детское слово, просто бы всех уволил. Ну, невозможно так. Как-то бездомная бочка. За крома родины энергетики. Все живут хорошо, а толку никакого. Так, поехали дальше. Телекоммуникационный сектор. Не хочет МТС уходить ниже 250 рублей. Удастся, не удастся, посмотрим. Ну, говорю, общая рыночная ситуация мне не очень нравится. Просто Телеком отлично закрепляется под уровень 100 рублей. И любая попытка выйти выше 100, его тут же пресекается. Так, Алроса, за которым мы тоже следили, вообще идет против рынка. Хочешь, смотрели ее на 32, сейчас она же 34. Ну да, 7-8% на таком рынке, честно говоря, достаточно так необычно. Алроса будет приватизировать. В этом году часть пакета величину не отвечу, не помню. Так, что у нас дальше? Так, Аэрофлот борется за уровень Артура Шептура, нашего слушателя, уровень 52. На мой взгляд, МВИ надо проходить 55. Так, что у нас там, значит, у нас магнит. Идет определенная такая легкая фиксация по магниту, раз в 2004 неделю. Любой выход наверх пересекается, народ фиксируется в целом, магнит достаточно сейчас. Бумага очень сильная, мы видим, в тренде все хорошо. Хорошо, просто идет фиксация пыли. Так, по дикси еще был вопрос, тоже дикси, кстати, сегодня отчитывается. Но, чтобы набрать позицию, здесь спреды просто огромнейшие. Объемы, ну, я не знаю, сейчас, например, как это, бумагу торговать. Поэтому, имея какую-то крупную сумму, достаточно тяжело. Но, в любом случае, на мой взгляд, дикси надо смотреть именно графики. Кстати, обратите внимание, в этом месяце у дикси не было нового хая. Здесь тоже смотреть надо, на мой взгляд, графики более длинный масштаб. Ну, да, то есть, если идет как-то где-то какой-то равновесие, искать, когда идет вот эти разворки. Ну, как обычно, я говорю, все умные по факту, да, то, что мы видим, график уже нарисован. Но при точке принятия решения, мы еще не видим. Поэтому, на первый план выходит опять размер позиции. Так, теперь по секторам пробежимся. Нефть и газ, неделя, ну, просто ужас. Телекоммуникация тоже любит попутка наверх, давит вниз. Энергетика все хуже, но лоу не пробила. Металлургия достаточно непривлекательна. Тоже убегает она вниз, продавливает ее. Потребительский сектор. Ну, с начала фиксации, три недели подряд народ фиксируется в потребсекторе. Тоже не сильно приятно. Финансы. Самый крепкий сектор пока финансы. За счет, я думаю, что за счет ВТБ может быть ряда других бумаг, таких как Банксер, Петербург. Надо посмотреть, а там тоже не ликвидные бумаги, не ликвидные. Теперь еще один из индикаторов рынка. Это второй РТС. РТС-2 это когда инвесторы сядут дальних эшелонах. И страшно, а не страшно, любая коррекция. На текущем нет, видно, что есть определенный страх и определенная неуверенность по бумагам. Так, смотрим, какие у нас есть вопросы. Какую бумагу еще будем смотреть? Никакую. Ну, теперь поговорим о таком понятии, как цена свобода. Что такое цена свобода на рынке? Предположим, у вас есть, ваш портфель, есть он убыточным, либо прибыльным. Естественно, что если он в прибыль, вы хотите еще больше, и вроде как жаба давит фиксировать, потому что, ну, внизу выбрали, допустим, по очень привлекательной цене, сейчас вверху, ну ладно, пусть скорректируется, потом пойдет вверх, но все равно будет расти. Ну, все вот эти мысли достаточно-таки, с одной стороны, они, ну, в целом стандартные, которые тащат очень многих людей. Теперь рассмотрим ситуацию, если вы в прибыли и пока вы керпите. Теперь рассмотрим ситуацию, если вы в убытках. Оцените, пожалуйста, свои убытки с той точки зрения, что комфортно или некомфортно. Мы понимаем, что любой убыток, это несет в себе определенный дискомфорт. Это не очень приятно. Теперь посмотрите соотношение процентов, отношение этих убытков к величине вашего портфеля. Калькулятор возьмите. Я не думаю, что это сложно посчитать. Вы посчитали, да? Посчитали, прикинули. Так вот, это вот лично мой параметр, я его ввел, да, такую категорию и такое понятие. Это цена вашей свободы. Это цена вашей свободы. Что такое ваша свобода? Это вы прекращаете влюбляться в ваши позиции. У вас полная свобода выбора дальнейших действий. Вы хотите, можете покупать, можете шортить, можете смотреть абсолютно другие сектора, другие бумаги, любые другие инвестиционные идеи. Дальше, пожалуйста, отметьте на сегодня вот эту цифру, которая называется цена свободы. И, пожалуйста, через недельки в конце июня, напомните мне, пожалуйста, о том, что мы обсуждали такое понятие, как цена свободы. Ну и посмотрим, сколько будет стоить цена свободы в конце июня. Ну все, я вас настроил на достаточно такой серьезный, серьезный вам посмотреть на портфель немножко с другой стороны и подумайте, подумайте. Если есть влюбля, зафиксируйте. Это тоже ваша цена свободы, но в плюс. Так что думайте, вы хотите разрезать крылья и взлететь, либо будем смотреть на ваш портфель, вы будете смотреть на свой портфель и думать, что будет дальше с рынком. Подумайте. Так, на этом будем заканчивать на сегодня. Есть какие-то вопросы, предложения, напоминай, если кто хочет выступить на вебинаре, с удовольствием. Я говорю, например, возьмите какую-нибудь бумагу, если кто очень хорошо знает макроанализ этой бумаги, проведите еще что-нибудь, технический даже анализ. Я говорю, будет интересно. Если вы стесняетесь выступить, пожалуйста, вы точно так же можете расчертить, сделать крышет экрана, прислать мне на почту. Мы разберем ваше мнение. Давайте все-таки работать поинтереснее. Давайте, 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 просыпайтесь, просыпайтесь. Все, на этом будем заканчивать. Будьте очень аккуратны, не малуйтесь размером позиции и с точки зрения слова покупки, я бы на вашем месте пока временно забыл, как оно слышится и даже как оно пишется. Все, теперь оптимистичная нота. Всем хорошей погоды, лето наступилось и готовиться к отпускам. Всем удачи и не болей при этом. Все, всех благ, до свидания, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...